Я хочу рассказать вам историю и обратиться к вам. Два дня тому назад сюда в этот кабинет ко мне пришел человек и передал мне от президента Порошенко следующее. Президент требует от меня, первое, чтобы я критиковал конкретных политиков, на кого он указал. И второе, чтобы я перестал абсолютно полностью критиковать коррупцию конкретно в оборонном секторе Украины. Потому что это ему очень лично не нравится, что я говорю на эти темы. Иначе, по словам посредника, меня депортируют из страны Грузию, где по указанию Путина меня ждет тюрьма. А также СБУ выкинет прессу, я их цитирую, тот компромат, который сами собирали на меня все это время. Так вот, я хочу ответить публично президенту Порошенко и сказать вам. Мне, конечно, стыдно, что президент Украины занимается дешевым шантажом самой низкой мафиозной пробы. Я не боюсь ни ваших опубликованных компроматов, ни ваших угроз, в том числе угроз тюрьмы. Но мне еще более стыдно, что президент поставил смотрящим за бизнесом оборонки Кладковского. В НАБУ несколько дней тому назад объявило, что завод президента тридорого продавал ПТР. Гленинская кузня сучила украинской армии никому не нужные дорогие катера. И одновременно, несколько дней тому назад, ведущая немецкая газета, Франкфурт и Алгемене Цайтук, опубликовала разгромную статью, вывод немецкой газеты. Коррупция убивает украинских солдат. Мне несколько ведущих европейских политиков совсем недавно говорило, что по их мнению и информации, вот эта группа забирает с себя от 30 до 50% отката с каждого военного заказа. Это все факты, которые хорошо известны многим. Коррупция убивает, в данном случае она убивает защитника Украины и ослабляет Украину, и усиливает врага Украины, путинскую Россию. Я как человек, который сражался и продолжает сражаться с Путиным и его системой, не буду молчать по тем вопросам, которые усиливают и радуют Путина. Поэтому я хочу призвать всех вас в ответ на эти коррупционные схемы, ПТР, рюкзаков и других вещей, прийти 7 ноября на площадь около Верховной Рады, чтобы потом нам не было стыдно, что мы не пришли, чтобы потом мы ни на кого не пенялись, что что-то не так пошло. Я рискую своей свободой и своей жизнью, потому что они угрожают мне высылкой и тюрьмой, в условиях, там, где контролирует Путин. Но я не опущу руки, я, несмотря на прямую угрозу со стороны Порошенко, его окружения, буду идти и сражаться до конца с всеми мирными законными способами. Но мне нужна ваша помощь. Без вас ничего не выйдет. Они боятся не меня, они боятся только вас. Давайте все вместе встанем. Давайте все вместе выйдем. Давайте все вместе покажем, что мы есть. Давайте поменяем полностью правила игры и спасем жизнь наших солдат и защитим безопасность Украины. Хотя бы для этого стоит нам стать вместе 7 ноября. Ждем вас перед Верховной Радой. Это очень важно. Слава Украине! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...